Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Февраль пришел в конце зимы, холодный он, но рады мы, ведь очень скоро снег сойдет, подснежник нежный расцветет. Да, все мы уже чувствуем приближение весны. И чем порадуют нас сегодня синоптики? Субтитры предоставил DimaTorzok Современная облачность, днем бессущественных осадков. Ветер ночью западный, а днем восточные 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 4-6, а днем 2-4 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Наступит весна, выглянет солнышко и наступит пора пятников. Тем более, что в Карачаево-Черкесии активно развивается туризм. Есть куда поехать и что посмотреть. С развитием туризма появятся и новые рабочие места, что немаловажно для тех, кто в поисках работы. В Тиберде на средства Ростуризма планируют создать новый туристический район Джамагат. В случае победы в финальном этапе грантового конкурса администрация Карачаевского городского округа получит денежные средства на реализацию проекта, который в декабре был представлен на общественных слушаниях. О том, какие изменения произойдут с реализацией туристического проекта, узнавал Алихан Левшоков. Туристический проект Джамагат прошел уже предварительный этап и вышел в финал. Именно в этом живописнейшем месте Тиберды в случае победы в конкурсе будет построен туристический район. Менеджер проекта Николай Рыжков подчеркнул, что это будет культурно-развлекательное место, где можно будет отдохнуть и познакомиться с историей республики. Сейчас проект находится на стадии доработки. Уже в марте он будет представлен в финале конкурса. Что из себя представляет проект? Это культурно-развлекательная площадь под открытым небом. То есть это некое подобие самого известного, который у нас в России есть, наверное, розы хутора. То есть это коммерческие площади, это мини-отели, это музейная площадь, это ярмарочная площадь, площадь для каких-то культурно-массовых мероприятий, порядка на 5000 человек рассчитанная. Это место было выбрано не случайно, так как в этих местах находился один из древних аулов Джамагат. Мы хотим возродить туристический потенциал Тиберды, и поэтому мы решили назвать проект в честь легендарного аула, отметил помощник мэра Карачаевского городского округа Руслан Чочаев. У жителей появятся рабочие места, а у туристов возможность отдохнуть в этом сказочном ущелье Тиберды. Там будет этноподворье. Вот как была в древности у карачаевцев, землянки, наверное, неправильно будут сказать, ну такие этнодома наши старинные. И точно так же реально мы хотим в этом квартале воссоздать казачьи дома, подворье, там Ногайское подворье, Черкесское подворье, Абазинское подворье и так далее. То есть, чтобы когда туристы приезжали, могли окнуться не только в прекрасные виды, но и в историю самой республики и народов этой республики, которые живут в ней. Здесь будут построены гостиницы, а также места для семейного отдыха. Также появится небольшой рынок, где жители смогут реализовать свою продукцию. Помимо этого здесь можно проводить различные культурно-массовые мероприятия. Особенность архитектуры – это использование материалов из камня, стекла и дерева. И в день старта строительства туристического района Джамагат будет проводиться флешмоб, где каждый желающий может принести по камню для строительства и возрождения этой местности. В дальнейшей части у нас идет отельная зона, где размещены частные отели, купольные. Пока еще в разработке, как они будут выглядеть. Но понимание, что это купольные, будет однозначно, потому что территория располагает к наслаждению видами окружающими. Дальше идет уже функциональные зоны по аренде. Коммерческая аренда для товаров первой необходимости, банков, каких-то касс, ну и такого более обслуживающего персонала. Уже в марте пройдет защита проекта в финальном этапе грантового конкурса Ростуризма. И есть большая надежда, что ребята одержат победу, и после будет дан старт строительству туристического района Джамагат. Впитав в себя многовековые традиции, она продолжает наследие старших, реализуя собственные идеи на современный лад. Вносит вклад в сохранение самобытной культуры карачаево-балкарского народа. Героиня нашего сюжета, Фрезат Салпагарова, уже много лет шьет одежду в этническом стиле. Она считает, что национальный наряд это воплощение особенностей народа, культуры и традиций. В гостях у мастерицы Фрезат Салпагарова и в Малокарачаевском районе побывала Алла Качиева. Я черпаю вдохновение, что ли сказать. Вот это очень древняя книга, автор ее Кузнецова. Здесь она описывает древнее искусство карачаевцев и балкарцев. Очень много интересного и про одежду, и про быт, про то, какие были орнаменты, что эти орнаменты означали. И обо всем вот в этой книге можно найти. Это вот наши киизы знаменитые. Вот войлочные шляпы, которые носили наши деды. Достоинством этих войлочных шляп, равно как и бурок, было то, что они не пропускали воду. Защищали от ветра, холода и жары. Рассказывает Фрезат Салпагарова. Она не только мастер по пошиву национальной одежды, но и большой знаток истории карачаевцев и балкарцев. Обычаи, традиции, этнические особенности народа интересует Фрезат со школьной скамьи. Любовь к шитью и вышиванию привила и мама, которая считала, что горянка обязательно должна быть хорошей рукодельницей. Чуть повзрослев, Фрезат начала изучать литературу по народным костюмам, а позже и коллекционировать старинную одежду. Фрезат Салпагарова не только хорошо шьет и вышивает национальную одежду, но и вносит свой посильный вклад в сохранение культуры карачаево-балкарского народа. В ее мастерской можно встретить старинную одежду в оригинале. Так, вот этому башлыку и этой детской черкеске около 70 лет. Мужской национальный костюм старину точно сидел на фигуре. Был удобен, не стеснял движений и позволял свободно пользоваться любым оружием. Изготавливался из прочной натуральной ткани. Мастерица сегодня воссоздает образы мужчин 18-19 веков. Выбирает материал, разрабатывает лекала, даже пуговицы делает вручную, как в старину. Именно к национальной одежде я пришла, конечно, чуть попозже. Это мне стало интересно, когда наши лекала, наш кровь начали забываться. Мы перестали это все воспринимать. И мне стало интересно, мне захотелось это все сохранить в первозданном виде. И поэтому вся эта литература, все эти источники, все то, что я пытаюсь делать, пытаюсь донести, это чтобы сохранить былые традиции. Она родом из Кабардино-Балкарии. Супруг Рамазан из Карачева-Черкесии. Партнежным ремеслом Чита Салпагаровых занимается около 30 лет. В совместном семейном и творческом союзе и рождаются вот эти национальные платья. Покрой, шитье и вышивание – дело рук жены-мастерицы. А орнаменты рисует муж, который является профессиональным художником. Сегодня они научились совмещать в изделиях современные тенденции и вековые традиции. Одежду отделывают бисером, монетами, жемчугом, украшают золотой тесьмой или же расшивают золотом, серебром, как в старину. Карачаевское национальное платье всегда отличалось особым шиком. Утонченностью формы, богатством, красотой отделки и украшений привлекает своей оригинальностью, изяществом и благородством. Такая одежда придает владелице самобытность и неповторимость. Национальный костюм – вне времени и моды. Семью Салпагаровых радует, что сегодня молодежь стала чаще возвращаться к истокам. И секрет этого ремесла передается из поколения в поколение. Ведь народ жив тогда, пока живут его традиции, обычаи и самобытная культура. Алла Качиева, Рашид Токов, Вести Карачева, Черкисия, Малокарачаевский район. Государственный республиканский Абазинский театр представил премьеру спектакля «По следам Махаджиров» по роману Бимурзит Хайцухова. Именно с этим спектаклем Абазинский театр ровно 20 лет назад вышел к своему зрителю. Чем сегодня был обусловлен выбор этой пьесы? Кто помог с костюмами и декорациями? Какой была игра актеров? А также где будет представлен спектакль? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит директор Абазинского государственного театра Марина Куршева. Доброе утро всем! Доброе утро, Марина! Сразу хочу поздравить вас с премьерой вашего театра. И хочу сказать, что рада личному знакомству. Вы не так давно в Абазинском театре, но я знаю, что вы это дело очень любите, что вам нравятся и отзывы такие теплые о вас. Ну, возвращаясь к спектаклю, я хочу сказать, это спектакль, пьеса, вернее, это драма Бимурзы Хайцухова «По следам Махаджиров», но она как-то по-другому называлась. Вы знаете, я помню, что первый раз Абазинский театр на сцену выходил именно с этой пьесой. Почему, вот сейчас опять повторили, чем обусловлен выбор этой пьесы? Правильно отметили было, что Абазинский драматический театр начинал именно с этого спектакля. Ровно 20 лет назад актеры Абазинского театра сыграли этот спектакль, но, к большому сожалению, по причинам, которые не зависят от нас, этот спектакль был списан. Он игрался всего лишь 8 раз. Но мы не имеем права, наверное, это самый первый роман вообще в Абазинской литературе, и тема, она близка каждому Абазину, наверное. В спектакле показывается, в романе рассказывается об истории народа, о трагедии, о тех препятствиях, горестях, через которые прошли наши братья и сестры. Но я думаю, что нельзя было как-то в стороне вот это оставить, забыть вообще про этот роман. И вот мы решили, что в наше время, когда, к сожалению, теряются вот эти ценности изучения языка, сохранения традиций, вот это все теряется. И вот мы и вынуждены были, и тем более нашей прямой обязанностью в национальном театре является сохранение вот этого всего. И вот мы решили, что мы обязаны восстановить, возобновить и заново создать этот спектакль. И я думаю, что нам это удалось по отзывам, по откликам. Вот прошло уже дней 5-6, как прошла премьера. И каждый день какие-то отзывы. Приятно, конечно, когда твою работу оценивают, приглашают во все населенные пункты, в Абхазию приглашают. Вот несколько человек уже написали, что этот спектакль должны увидеть все. Марина, ну вот здесь, в этом спектакле, конечно, мы про игру актеров обязательно будем говорить, и это самое главное, это игра актеров. Но здесь у вас режиссер Эльдар Агачев. Мне кажется, здесь был упор огромный сделан на декорации, на оформление, на костюмы. Кто вам помог вот это все шикарное воссоздать? Кто помогал вам? Вообще, в каждой своей работе Эльдар ищет какую-то новизну. Любое произведение он как-то по-своему, то с помощью света, то с помощью хореографии, естественно, и игрой актера он это все подтверждает. Он как-то хочет что-то новое из того, что уже есть, а тем более, когда уже зритель видел уже эту постановку, это как бы двойная нагрузка получается на режиссера, чтобы зритель не сказал, а, это мы видели уже, это уже было, точно так и оставили. Но совсем новая постановка получилась, абсолютно новая. Единственное, что осталось, вот пара актеров при открытии Базинского театра, которые были приглашены с Народного театра «Инжич», они сегодня играют в этом спектакле. К примеру, роль княгини Тамбихан играет актриса, которая при открытии играла девочку Асиан, вот спустя 20 лет вот ей попалась такая роль. А роль, скажем, бабушки Аруджан играет та же актриса, которая играла 20 лет назад, Агачева Светлана, ну и такое тоже есть. Что касается костюмов? Что касается костюмов и декораций... Они, правда, были шикарные? Да, они шикарные. Мы постарались изготовить их так, какими они были на самом деле. Очень близко к оригиналу. Да, очень близко к оригиналу, вплоть до того, что мы цветовую гамму и все подбирали так, как нужно было. И я не могу не отметить, что фондом содействия развития абхазского этноса Алашара нам была оказана помощь материальная. И на эти средства мы пошили все эти костюмы и изготовили все декорации. Как всегда, Муса Экзеков? Да, да. Я хочу, конечно, поблагодарить всю команду Алашары во главе с Экзековым Мусой Хабельевичем от всего коллектива, от себя лично, что нам представилась вообще такая возможность. И, естественно, мы эти костюмы не только в этом спектакле будем использовать, но и в других новых постановках и на другие мероприятия. Спасибо им огромное. Игрой актеров вы довольны? Я очень довольна. Нету, наверное, такой роли, нету такого актера, кем бы я ни была довольна. Абсолютно всеми, абсолютно всеми я довольна, потому что они выложились на все 100%. Ну, игра, конечно, шикарная. Вы теперь будете ездить с этим спектаклем в ближайшее время? Конечно. Вот мы ждем, что у нас обстановка улучшится, и вот после снятия ограничений мы обязательно будем выезжать. Мы все этого ждем. Да, да. Мариночка, я благодарю вас за участие в нашей программе. Поздравляю вас с премьерой этого прекрасного спектакля. Желаю новых постановок и благодарю вас. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Сегодня день рождения огнетушителя. История появления современного огнетушителя достаточно интересна. Известно, что прототипами огнетушителей были стеклянные колбы с водой, которые устанавливались в помещениях на случай пожара еще в 17 веке. Подобные устройства, но уже с улучшением конструкции, изготавливали химики. Они предложили использовать отходы мыловаренных заводов для борьбы с огнем. А в 1816 году был создан первый огнетушитель. Его придумал англичанин Джордж Мэнби. Однажды он оказался свидетелем страшного пожара в Эдинбурге, где огонь на пятом этаже оказался недоступен для пожарных шлангов и легко распространялся. Из-за претения Мэнби представляет собой металлический цилиндр, который заполнялся водой. Под давлением сжатого воздуха струя воды заливало пламя. Со временем огнетушители усовершенствовали, и сейчас они повсюду. По правилам пожарной безопасности он должен находиться на видном месте в каждом учреждении, на производстве, в общественном и личном транспорте. Кто-то даже держит огнетушитель дома. Сегодня в России день зимних видов спорта. Его приурочили к годовщине открытия Сочинской Олимпиады. Восемь лет назад в Сочи открылись Олимпийские игры. Помните, какие они были? Горячие. Не зря придумали слоган «Жаркие, зимние, твои». Вы помните этот накал спортивной борьбы и зрительских страстей? Я думаю, что сейчас снова кипят страсти, зашкаливают эмоции, нервишки сдают. Только не на трибунах, а, наверное, почти в каждом доме на диване. Ведь начались зимние Олимпийские игры в Пекине. Мы уже успели насладиться фигурным катанием группового турнира. Лично я и директор нашей телерадиокомпании Светлана Казиева, мы вдвоем фанатки фигурного катания. И делаем все, чтобы на расстоянии поддержать в первую очередь наших фигуристов. Мы держим кулачки, скандируем «Россия, Россия!». Между прочим, я сегодня на эфир, на дело вы не поверите, коньки. И мысленно сейчас нахожусь в Китае, где сейчас от четверных прыжков наших спортсменов плавится лед. Знаете, даже на расстоянии олимпийцы чувствуют поддержку. Пусть они без флага и гимна, но флаг сегодня в наших руках. И мы все вселяем в них надежду. Мы верим и всегда говорим, что наша российская олимпийская команда – самая лучшая. И мы желаем вам удачи и побольше олимпийских медалей. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин